в одной из палаток она находит доктора крауту в состоянии странного ступора с помощью радио крауту она снова связывается с новиком найдите лагеря передатчики чё передатчик в лагере господи вот это читака я конечно еще тот присесть могу присесть не могу но выйти точно могу давай-ка посмотрим что тут получается у нас а кстати я оказался здесь снова я бы хотел достать вот тот вот сломанный передатчик наш сигнал слишком слабый чтобы перезапустить андробота неполадки не совсем он перегорел вряд ли это последствия песчаной бури сейчас это не важно доктор в лагере должно быть должен быть запасный передатчик найди его пожалуйста ну то есть передатчик тут есть надо его именно тут найти чтобы перезапустить андробота правильно то есть не надо никуда уходить прошлый раз я куда-то свалил и поэтому не смог его перезапустить сейчас хотелось бы конечно все таки попробовать это сделать передатчики да а может быть мне надо достать какую-нибудь какую-нибудь приблуду свою в на r так он мне ничего пока не показывает пойдем выйдем посмотрим в округе может быть получится найти соберись ясно что дальше а дальше мы попробуем найти передатчик может быть эта штука покажет нам его он сказал в лагере это относится к лагерю по моему нет нет это не это нам не сюда собственно вот это и есть сам лагерь поэтому скорее всего где-то тут так эта дверь тут я не зайду здесь если заходить то с другой стороны блин ну получается только внутри время нет нужно двигаться нужно то нужно но мне передатчик вот этот вообще ничего не показывает я не знаю где тут искать фокус фокус не работает никакой фокус у меня тут может у тебя тут чего есть но судя по всему и тут тоже ничего нет ну это все балдеет ему все хорошо ему больше ничего ему не нужно андробот ты спишь да а подожди вот же что здесь ну вот их здесь нет ну в смысле как это нет так все хорошо начиналось я уж был обрадовался что они здесь ну где-то же должны быть он же сказал в лагере соответственно в лагере должны быть черт побери упасть не могли если я отсюда уйду то я уже не смогу перезапустить правильно я помню прошлой серии в конце как раз вот я выходила отсюда и назад уже как будто бы дороги не было а погоди так вот же еще ящики ну-ка стой не поближе надо было просто подойти все это еще что такое нашла запасной передатчик ничего себе их тут включи его и сигнал остановится неужели установите передатчик вблизи лагеря так пока это что у нас тут наверно пусто будет да а тут всякая ерунда клей и зубочистки и всякое такое передатчик а где его поставить надо туда-то я закарабкаться не могу отлично андробот раздуплей шин неплохой такой передатчик помогите починить отлично есть контакт точно сработает вот и узнаем я перезагрузил все системы должно сработать хорошо хорошо команды передаются андробот уже должен работать так и стоит на месте увы да параметры позитронного мозга в порядке рецепторы у него рецепторы есть вкусовые на языке где язык показывай язык скажи о раздуплейшин сработало он завелся наконец-то арти уже шагает данные позиции не изменились ну похоже он хочет сдвинуться с места но не может может проверить его ноги может с приводом что-то не так а вот она точно другое дело железяка спасибо доктор не стану вас задерживать отправляйте за остальными это приказ есть сэр так хорошо андробот наконец-то у нас зашагал это я это я а идти мне куда так подожди ничего не понимаю тут куча этих кнопок появляется и все ведут в одно и то же место найдите остальных членов экипажа подгаде а отчет чет на месте то шагаешь ты вообще ходить будешь давай пошел двигайся андробот трансформируемся не хочет ладно пойдем отсюда без изменения астрагатор вас понял ну и чего так он и будет бедный тут стоять пока батарея не сядет ладно я пойду вот тут в этом направлении осмотримся тут андробот астрагатор астрагатор это самый главный получается этой экспедиции поищите людей зоне есть работает а ну нормально блин краута 5 метров осторожно смысле осторожно хочу осторожного то приближаясь к месту проведения исследований пока чисто локатор тишина кстати что они там нашли ах да вы же не помните они нашли металлическую конструкцию торчащую с земли вроде бы ничего особенного но для пустыни это настоящий феномен выкопать кешкере анализ тоже провести не удалось доктор отправился выяснять откуда он взялся горский и как выяснили этого я не знаю ну пойдем и выяснять тогда чё уж там так и датчик у нас вот этот вот тоже молчит мне бы еще фонарик местами бы не помешал вообще было бы хорошо металлическая конструкция вижу конструкцию ну посмотрим она как-нибудь понял продолжайте она у нас никак не показывается да не так не так не ну слушай ну действительно если планета необитаема и тут ни с того ни сего какой-то вот какая-то железяка торчит явно неприродного происхождения оу вижу кого-то иду на сигнал хорошо пойдем посмотрим может астрогатора найдем гейзеры вулканы однозначно тут есть значит вижу что-то на земле это журнал геологический разрез измерения нужно сосредоточиться на двух направлениях химическом составе воды геологических раскопках ой сорян на f надо нажать видимо она где-то поблизости осмотритесь там как следует доктор слои осадочной глины в с вкраплениями черно-красной субстанции не геологической не планетный возраст по меньшей мере миллионы лет альянс космической коалиции штаб межпланетного содружества космическое подразделение солнечная система уважаемая доктор марит продолжая тему последней межпланетной конференции мы хотели бы предложить вам ранг астрогатора в ведущей экспедиции на обелиске на обелиск 03 ну как то так в общем обелиск 3 в общем ваш опыт и результаты достигнуты в предыдущих миссиях показывают вашу готовность сделать следующий шаг в космической карьере мы ждем вашего ответа после возвращения с текущей миссии с уважением ген пирк король генеральный гендиректор пирк сард командующий космическое подразделение думаю я знаю где ее искать она наверное шкварк там что-то упало и у нее упал короче свалился оттуда как раз вот этот ее журнал она наверное лежит там наверху ну пойдем посмотрим пойдем посмотрим сигнал идет из брошенного рюкзака из брошенного тревожно но это не она видишь я близко так погоди почему ты убрала он идет от рюкзака а мы можем достать этот рюкзак интересно давай-ка осмотримся еще тут маленько сигнал идет от рюкзака ну почему вот она она здесь я нашла ее марит проснитесь проснитесь слышите меня доктор марит нет признаков жизни нет говорит база что происходит раз два три ну же ни черта я не сдамся даже не думайте дышите марит умоляю доктор ясно нет довольно хватит марит астрогатор она она я знаю доктор ясно нам нужно найти остальных сейчас минутку разумеется все будет хорошо все хорошо кого следующий да он должен быть неподалеку так марит к сожалению ее спасти не удалось а где у нас зона раскопок думаю коваль отбросим пессимизм и вы найдете его доктор живым я уверен так а я пройду туда здесь точно мы не поднимемся надо попробовать обойти тогда с этой стороны мы снова поймали сигнал но что с ними произошло но что с ними произошло ясно ясно он он тоже коваль даже не думайте а живой он живой слышите меня коваль 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 жив я в этом ни на секунду не сомневался доктор как он сейчас показатели в норме но он совсем не реагирует коваль 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 глаза у него пустые прям как у крауты коваль коваль да что с вами не так черт возьми симптомы такие же как у доктора крауты он как будто спокойнее что ж по крайней мере он жив слушайте меня ясно посадочный аппарат уже в пути но прежде чем мы доставим доктора надо что то там сделать в общем ясно да ясно ясно поищите журнал журнал разорван страницы повсюду незадачка коваль связывался по радио с доктором горским и делал записи именно поэтому они крайне важны по этим записям короче надо собрать эти записи я их изучу но это может занять какое то время ммм нашли? нет тут ни слова про горского нашла конструкция разветвляется под землей горский осматривает правое ответвление массивный вертикальный образец он выступает над поверхностью водяной резервуар подземные конструкции самая большая под холмом 150 метров отметка видимость точки 4 азимут 350 расстояние 200 на удивление доскональное он будто документировал каждый шаг пора перенести коваль в зону эвакуации вы справитесь при обычной гравитации это было бы куда сложнее но здешние ну в общем у нас получится забрала ты мой маленький пойдем я тебя отнесу андербот тоже вы скоро встретитесь посадочный аппарат уже снижается коваль смотрите вы скоро будете на стрекозе целости и сохранности целости он как-то отреагировал нет держись коваль фух я тоже подустала не понимаю как все это вообще произошло крауд марит теперь еще коваль беспрецедентная деградация оборудования постоянные проблемы со связью все это явно как-то связано а с другой стороны как на этой планете толком ничего нет примитивные формы жизни в океане металлические месторождения последний прочим привлекли внимание горского по крайней мере да здесь все на куски разваливается что происходит не знаю может быть мы имеем дело с какой-то аномалией с атмосферным или магнитным феноменом думаю аппаратура бы нечто подобное обнаружила горский все-таки добер да помню может он ошибся двое по крайней мере живы непонятно что с ними и получится ли их привести потом вообще в нормальный человеческий вид но как минимум попытаться уже стоит так как они живы андробот уже привел этого таки беспомощные пусси да увидимся наверху остался только горский остался только горский сначала я вернусь за тело марит отнесу его посадочный аппарат но ясно доктор марит уже не помочь а горского можно еще спасти мое решение окончательно нельзя ее здесь просто так бросать надо тогда поторопиться потому что неизвестно что там с горским и может быть действительно ему также нужна очень скорая помощь вообще по хорошему надо было сперва горского найти а потом идти за телом марит черт побери ну ладно уже она была где-то наверху да вот там скорее всего вот тут внизу мы нашли тогда ее журнал да здесь это было черт побери вроде бы здесь да это было тут есть новости ничего нового по крайней мере за последние пять секунд ладно спасибо да какие могут быть новости мы идем за телом ясно как слышно как вы себя чувствуете а вы как думаете как то вот справляюсь прошу прощения но мне нужно убедиться готовы ли вы продолжать миссию не думаю что мы в позиции выбирать путь только один вперед ну то есть он предлагал сейчас бросить все сесть с этим и улететь а как же горский надо попытаться его найти я прослужил я прослужила с доктором марит больше 20 лет прослужил таких как она больше не делают вы знали в штабе предложили ей повышение она бы стала первой женщиной астрагатором в истории содружества ей понятия не имел теперь уже неважно не спешите с выводами марит получит посмертную награду ой блин прекрасно вообще поверим вам на слово астрагатор она проложит дорогу другим именно это она хотела бы больше всего несомненно ну типа должность астрагатора всегда считалась наверное мужской такой знаешь она первая женщина которая бы получила данную должность надо немного дух перевести и идти дальше и и и и и и и и и пожалуйста позаботьтесь о ней разумеется а теперь доктор горский будем надеяться ему удалось хорошо бы разобраться какой именно опасности идет речь так отправляйтесь по следу доктора горского а что по следу у нас у нас вот эти датчики это судя по всему ребят которые сидят внутри понять бы еще куда идти я что-то вижу впереди какой-то флаг ясно я покидаю место раскопок как он смог спуститься найдите доктора горского вот и поймала сигнал горского так быстро вряд ли это он а кто еще никто а что хотя странно доктор горский с ним почти не расставался вы были правы это наш зонт похоже он не работает вряд ли он совсем уже так ладно поехали попробуйте запустить его времени в обрез зонт может помочь с поисками ладно открываю зонт включаю системы нет 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 стойте ожидайте инструкций на левой стороне щитка есть кнопка на на зажмите ее и поверните ручку еще раз давайте фото карточки верно не знала что у нас есть как минимум доступа вы не могли но у нас есть нестандартные как говорится сложные времена требует сложных решений посмотрим рыбы вот они одну поймали тогда ничего интересного что я ищу определенное место или дату нас интересует место раскопок четвертый день миссии этой инструкции мне знакомы именно там они приступили к раскопкам время выполнения прошло 12 часов трое членов экипажа все еще там доктор горский видимо уже ушел мы потеряли контакт вскоре после этого зонт следовал за ним а сам доктор руководствовался чьи-то он искал его металлические в общем да именно конструкции что дальше последняя фотокарточка в основном шум ничего интересного доктор они вели раскопки а потом бас и все незачем кричать астрогатор просто передаю то что вижу вот и все секунду показатели электромагнитного поля слишком высокие это уже что-то каковы были показатели ранее сейчас но предыдущие фотокарточки тоже высокие а до этого в норме получается они подскочили буквально за пару кругом одни дюны больше ничего песок да камни тень тень опять песчаная буря наверное ладно доктор работаем дальше можете включить предохранители зонт мы заберем с собой хорошо они у меня на радаре теперь я могу отдавать зонду команды посмотрите он точно работает он на ручном управлении верно тогда проблем быть не должно да так и есть верно подмечено перевожу в автономный режим теперь он будет следовать за вами доктор отлично вдвоем веселее втроем секунду странно в памяти зонда нет данных даже идентификатора нет хотите придумать новый идентификатор дать ему имя почему бы и нет сейчас придумаю ладно сейчас что-нибудь придумаю вас понял слушаю вводите балли билл дефис и готово еще парочка настроек и у вас распоряжение будет летающий измерительный прибор балли почти как вали помните мультик такой вали кто помнит мультик вали чё никто не помнит вот я помню тут почему-то пройти не могу так балли теперь от тебя получается у меня будет этот самый сигнал то есть туда пройти я не могу совсем совсем получается вниз я не могу спуститься а нет могу надо было просто подобрать место подходящее эта миссия никогда не закончится показатели детектора предельно четкие дорога прямая никаких развилок ответвлений пока нет только одна толстая переплетенная жила а кажется я нашла первое ответвление кажется мало доктор это подземные вот эти металлические какие-то сооружения что-ли ладно что дальше он пошел по правому ответвлению и мы пойдем по нему правильно понимаю пошли подожди по правому это значит сюда я бы туда пошел давай посмотрим что тут какие-то подземные трубы и черт побери вообще непонятно что это за армированные дар тропинки тут какие-то кто-то хотел тропинку сделать за армировал видишь а бетоном залить не успел засыпало все песчаной бурей наверное ооо ноги уже еле поднимаются так подожди можно наверх подняться отдохните вы это заслужили там внизу как будто бы лаба видна мне показалось как будто я что-то видел вопа смотри там внизу жесть какая но она туда и ведет а я чет наверх наверх что тут наверху у нас опачки три два один посадочный аппарат стартует да они уже в пути спасибо за помощь каков план следующего полета когда вы за вторым горским вернетесь я сразу же отправлю его к вам вы их найти бы его еще чё там бали ух ты елки-палки посмотри снова эти штуковины пойдем посмотрим на них я добралась до вершины доктор обнаружил здесь нечто новое да сейчас мы ничего вообще не видим тут не тут ничего не понятно подожди только что что-то было привет бали секунду коваль написал записал показатели азиму 350 расстояние 200 метров митис вас понял отправляю зонт нашла вижу кусты доктор там сложно сказать видимость низкая похоже в этот раз будет сложнее не знаю как доктор что касается безопасного маршрута трудности возникнуть не должно но вам придется добираться туда пешком полагаю первую задачу мы отдадим отдаем зонду он ведь справиться конечно перевожу его в режим анализа окружения зонт рассчитает оптимальный маршрут от вашего местоположения к пункту назначения он проведет вас по маршруту расчет займет буквально секунду ничего там носится ёкарный бабай а есть какой-нибудь дельтаплан и не знаю что то в этом духе это же далеко балли привет балли показывай дорогу ты мой хороший я за тобой надо сказать наш зон довольно умен долго он еще сможет летать о да он куда выносливые нас вас просто таки идеальный исследователь может даже лучше человека незачем сгущать краски да разумеется я просто пошутила помощник из него конечно отличный но без указаний человек он бесполезен и часто ошибается вообще-то на самом деле я зашел в игру проверить микрофон я сегодня его перенастраивал и хотел просто проверить запись как он будет звучать вместе с и у я увлекся я увлекся и решил для тебя все-таки записать серию представляешь вот так вот я обычно проверяю настраиваю микрофон так что если вы вышел видос на канале за считать что я просто залез проверить микрофон где там вали пойдем о так у нас проблема что серьезная я же говорила про неисправные машины да так вот маршрут определенный алгоритмом ведет через пропасть могу повторить команду нет нет я обойду но ты хотела чтоб он тебя по бродвею провел нормально тут пройти можно же вы серьезно я иду тут переживаю они болтают эволюция устроена не так человек так сделать идеально не получится верно не получится нам приходится тысячелетиями ждать в общем они трепется о том что скоро роботы люди будут практически на одном уровне и вот это вот все по развитию так сказать это вроде бы и радует а с другой стороны пугает и так работы нет нифига это вообще все отберут роботы будут работать а мы будем стримить бездельниче да бездельники стримеры идите все срочно на завод кстати а вы не думали что вот когда говорите стримеру типа вот иди на завод пока вы не думали что стример бедный стример он ему пришлось стриме только потому что его на завод не взяли представляете вот такой тоже может быть короче рыбы есть деревья вон есть доктор горский вы здесь кусты смотри есть довольно таки оживленная планета я тебе скажу однако а что там такой вверх улетает сигнала пока никакого нет кроме балли балли есть доктора нет эти кусты какие-то странноватые лучше не подходите доктор опишите их вкратце только близко не подходите если позволите я применю термины они характерны для живых организмов разумеется они похожи на слизистые кисти образные образования некоторые растут как-то там некоторые образуют своеобразные ржавые заросли растут из трещин в скалах они довольно высокие от одного до нескольких метров вкратце картина примерно такая может предположить выполняли как они выполняют какую-либо роль судя по обилию острых краев и по твердой с виду структуре не говоря уже внешнем виде в целом да думаю эти кусты выполняют защитную функцию от чего им здесь защищаться хороший вопрос непонятно чему но они могут сопротивляться ни на поверхности ни в воздухе нет никаких либо хищников может под землей возможно моя железяка даже испугалась их я подумал это пальмы если честно вот такие вот смотри вижу на пальму похоже очень сильно а это косаки то колючки но подходить пока не будем астрогатор горского здесь нет боюсь он двинулся дальше и если он отправился туда куда я думаю то наверняка потерял связь с лагерем и стрекозой значит мы тоже потеряем связь вполне возможно только один способ это выяснить решение за вами продолжайте поиски нужно его найти неписанное правило да своих не бросаем ни при каких обстоятельствах верно доктор что бы ни случилось члены экипажа должны быть на борту живые или мертвые это один из главных принципов хоть и правилах о нем ни слова эй они ты ли хотел чтобы я бросил мэрит собственно в пещеру мы отправимся с тобой на следующей серии спасибо тебе за просмотр береги себя игра хорошие игры поставь лайк приходи на стримы на твич и пока пока